Первое мая, день весны и труда. У этого праздника вековая история и славные традиции. С самого утра на площади у Дворца культуры «Дружба» весьма многолюдно. В этот солнечный, теплый весенний день прославлять труд, коллективный дух и приветствовать наступление настоящей весны сюда пришли сотни уваровцев и гостей города. Май всегда вдохновляет на труд и на отдых, как сегодня на концерте. С каким настроением? С чудесным. Да, и всем того желаем. Ну, конечно, в первую очередь это весеннее настроение. Настроение праздничное, светлое, потому что это праздник не только весны, праздник труда. Здесь собрались все трудовые коллективы. Я вижу своих коллег со светлыми лицами. Я их искренне поздравляю и желаю им творчества, успехов везде и во всем. Представители трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. Массовые гуляния по случаю Дня весны и труда объединили всех, кто гордится своей страной, радеет за свое дело, трудится на благо родного города. Первая мая – это у нас традиционный праздник. Он у нас всегда был такой, что все люди, трудовые коллективы выходили, радовались. Сегодня мы тоже собрались. Я вам желаю, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы вы хорошо отдохнули, потрудились у себя дома и с новыми силами вышли на работу. Первая мая любят люди самых разных поколений. Для старших – это воспоминания о молодости, о трудовых свершениях. Для молодежи – весенняя дата, символ труда и мира. А еще возможность окунуться в большие майские выходные в кругу семьи и друзей. Первый май из детства, конечно, связан с нашим советским прошлым. Мы его всегда праздновали в детстве, помню, ходили всегда на демонстрации. Поэтому мы и сейчас до сих пор ходим на демонстрации. Очень любим этот праздник, особенно когда он подкреплен большими выходными. Нравится этот праздник, ну, во-первых, потому что выходные. Хорошая погода. Хорошая погода обычно всегда. Собираемся с семьей, едем на дачу, шашлыки, как обычно, все. Я всегда всех праздник встречаю с хорошим настроением и всем желаю хорошего настроения. Ведь сегодня и труд можно, и праздник, и шашлык. Желаю всем здоровья, успехов. Ну и, конечно, главное, чтобы в семье был мир, труд и май. Первый май в Уварово получился по-настоящему ярким, веселым и насыщенным. Этому способствовали и выступления творческих коллективов города, и ярмарочная торговля, и работа детских аттракционов, что не могло не порадовать многих уваровцев, пришедших на праздник целыми семьями. Еще одним ярким моментом праздничного дня стала акция по раздаче всем желающим георгиевских ленточек, которую организовали активисты Уваровского отделения «Молодая гвардия» совместно с членами общественного совета. Черно-оранжевые ленты являются символом памяти о победе в Великой Отечественной войне и напоминанием о цене, которую пришлось за нее заплатить. Акция «Георгиевская ленточка» продлится в Уварово вплоть до 9 мая. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов. Наш город.